Здравствуйте! В эфире Наша Самара. Районный масштаб. Программа, в которой мы рассказываем о том, как живут районы и что меняется в результате проводимой в городе реформы местного самоуправления. Сегодня речь пойдет о Ленинском. Район представляют глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов и депутат городской думы Виктор Егоршин. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич, Виктор Владиславович. Вот проводится сегодня реформа местного самоуправления, и вы, Дмитрий Геннадьевич, стали главой района как раз в это время, так скажем, перемен, когда район стал самостоятельным муниципальным образованием. Что в работе главы района меняется в связи с этим? Какие функции и задачи для главы становятся важными и главными? Вот на что вы акцентируете свое внимание в работе? И, кстати, вот хотел спросить, какой предыдущий профессиональный опыт вам в этом помогает? Потому что мы всегда опираемся на то, что уже было. Вы знаете, когда главу района спрашивают, на чем вы акцентируете ваше внимание, немножко некорректный вопрос, потому что глава района, будучи ответственным за жизнеспособность, жизнедеятельность и каждого жителя района, он обязан отвечать за все направления жизни жителей. Он обязан это делать. Что-то просто у жителей вызывает больше интерес, свое внутреннее состояние, система жилищно-коммунального хозяйства или социальная политика. Что-то у разных жителей свои разные востребования. Поэтому акцент ставится на всем, и это не значит, что ни на чем. Это значит, что на всем, без исключения. Поэтому в администрации существует и отдел ЖКХ, и отдел архитектуры, и отдел по работе с населением, и социально-экономический отдел, и так далее, и так далее. Но у вас уже была работа в администрации, в муниципалитете, да, до того, как вы стали главой? Ну давайте о других подробностях вашей биографии узнаем из визитной карточки. Смотрим. Дмитрий Титов. В феврале 2000 года Титов начал работу в администрации Ленинского района начальником отдела по делам молодежи, позже возглавил профильный комитет. Дмитрий Титов стал одним из разработчиков муниципальной программы «Молодежь Самары». В декабре 2015-го по итогам конкурса решением Совета депутатов Ленинского района назначена должность главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара. В качестве руководителя Дмитрий Титов особое внимание уделяет проблемам граждан созданию комфортных условий проживания в районе. Работе сфер ЖКХ и транспорта, благоустройству и озеленению района. Также Дмитрий Геннадьевич считает важным направлением заботу о ветеранах и незащищенных слоях населения, воспитании молодого поколения, обеспечении мест в детских садах и школах. Женат, воспитывает двух дочерей Дарью и Устину. Ну, теперь, наверное, поговорим с Виктором Владиславовичем. Хотелось бы узнать тоже, как долго вы являетесь депутатом, что вас подвигло к такой общественной работе? Есть ли у вас предыдущий опыт такой общественной работы, на которую вы сегодня опираетесь тоже? Ну, общественной работой, на самом деле, я занимаюсь достаточно давно. И у меня сложились очень теплые и трепетные отношения с различными общественными организациями. Дружеские, я бы так сказал, давно. Поэтому депутатом-то я стал в сентябре прошлого года, когда состоялись выборы в районные советы. Но фактически работу депутата я начал еще там задолго до этого, начиная с 2010 года. То есть это оказание различной помощи гражданам в решении вопросов и в проведении различных мероприятий. То есть вот эти как раз общественные организации и просто какие-то инициативные группы граждан, когда обращались ко мне с просьбой о какой-то помощи и взаимодействии, я старался никому не отказываться. Ну, это самое важное и в работе депутата, да, тоже не отказывать в помощи и взаимодействии. Получив мандат депутата, я просто как бы продолжил эту работу. Да, и вас объединяет то, что вы, и вы недавно начали вот работать на такой должности, и у вас тоже такой опыт. Вы в реформе местного самоправления участвуют, как я всегда говорю, три таких самых важных участника. Это жители, власть, администрация и депутаты. Вот мне интересно, вы как-то вместе взаимодействуете, вот как конкретный депутат и глава. Какие-то есть у вас вопросы, которые вы обсуждаете, которые нужно решить в масштабе района? Ну, безусловно. Я бы сказал, что это, там, не покривлю душой, что это ежедневная работа. То есть мы с Дмитрием Геннадьевичем находимся на связи ежедневно в режиме, когда там очно, когда по телефону. То есть вопросы все, которые накапливаются, мы всегда обсуждаем. Мы не всегда приходим к одному мнению, и это нормально, и это правильно. То есть мы дискотируем, да, но мы всегда находим вот этот вариант решения, правильный, оптимальный с точки зрения... Очень интересно, Дмитрий Геннадьевич сказал, может быть, не все расслышали, что это творческий процесс. Вот мне даже интересно, где проявляется творчество в работе главы администрации района? В чем его можно проявить? Везде. Везде? Везде абсолютно. Так как вы на всем акцентируете внимание, и везде проявляете творчество, получается. Ну, это важно, да, не такой неизбитый взгляд. Коснитесь темы благоустройства, да, там вот идешь по улице, смотришь, вот я всегда сотрудникам говорю, вот тогда хорошо, когда вы вышли на улицу, посмотрели вокруг, и вас все устраивает, и глаз ничего не режет. В этом случае вы можете сказать, да, я сделал вот в этом направлении благоустройства этого именно там места, где вы находитесь, максимум все. Но когда вы идете по улице, тротуар нормальный, а газон не очень нормальный. Что нужно делать? Проявляй творческое начало. Как минимум этот газон нужно привести в порядок, начинаешь отматывать назад, что нужно сделать, с кем связаться, и какие цветы сюда посадить, или какие-то, посмотришь на почву, что, будет здесь что-то расти или нет, или она уже настолько заилена, что здесь надо просто заасфальтировать все, ну, это творчество. Да, действительно, вы акцентируете внимание на всем, если вы доходите даже до почвы. Да, смотришь на здание и понимаешь, кто здесь может жить, и от этого дальнейшие перспективы. Если здесь живет там, ну, это образное слово жить, если там это офис какой-то достаточно сильной структуры, то начинаешь просто встречаться и говорить, вы знаете, меня не устраивает, и жители не устраивают. Здесь там угол отколот, здесь там не так, здесь не так, нам, ну, рекомендации свои даешь по тому, чтобы это здание приносило радость жителям, радость самим сотрудникам этой структуры. Очень хорошее направление. А если это жилой дом, то смотришь, ну, старый, покореженный, уже от времени черные доски, смотришь на этот дом и понимаешь, что нужно сначала понять, кто здесь живет, то ли уже никто не живет, и этот дом сдается в аренду, и понятно, что нужно найти собственника. Да, но у вас уже взгляд хозяйственника. Я вот хочу Виктору Владиславовичу поинтересоваться. Вот если взглядом депутата взглянуть на тему благоустройства, какие вот мысли к вам приходят, потому что все то, что там намусорено, загрязнено и так далее, это все-таки делают те же жители в основной массе того же района. Да, вот как эту ситуацию можно исправить, на ваш взгляд? Занимается ли депутат такой работой? Ну, безусловно, да, весь тот бытовой мусор и все, что у нас где-то, как Дмитрий Геннадьевич сказал, здесь откол-то там отбито, это все рукотворное, да, это все не прилетело нам откуда-то, да, это все накидали мы с вами, да, ну, я условно говорю, накидали жители. Хорошая идея, там, не идея, а вот инициатива проведения субботника ежегодного, да, люди выходят, да, активность жителей сейчас не так, как была, например, раньше, когда отец меня вводил на субботники, да, и своим личным примером меня брал, показывал, я привык к этому, да, и стал тоже, я каждый год выхожу на субботник и стараюсь сына брать с собой, но у него школа там не всегда получается. Люди не очень активны сейчас стали, да, пожилое поколение, которое помнит вот эту традицию, да, выхода, коллективного выхода на субботник и приведения своей территории в порядок, их не очень много, а вот молодежь, людей там, среднего возраста, детей, очень плохо мы в этот процесс вовлекаем, недостаточно. Но этим нужно заниматься, согласитесь. Этим нужно заниматься по одной простой причине. Да, сейчас мы вот можем силами этих инициативных граждан, которые есть сейчас, силами администрации, там, своими руками приводить это дело в порядок, я имею в виду город, да, территорию, и содержать ее в порядок. Но мы же должны потом кому-то передавать эту эстафету, да, то есть потом мы будем вот этими пожилыми гражданами, которые еще ходили на субботник и ходят, а следующее поколение должно включаться. И включать его надо сейчас, вот со школы, с детства. Да, но лично вы это делаете, да, вы даже сына своего выводите на субботник. Такая ситуация, дети, это такая фактура, они понимают только все на личном примере. Если они видят это постоянно от родителей, от бабушки, от дедушки, они просто к этому привыкают, и для них уже нет другой ситуации, они просто понимают, что это в порядке вещей. Вот такую деталь из биографии Виктора Владиславовича о том, что он ходил на субботники и не отвык это делать, до сих пор мы узнали, а о других подробностях узнаем из визитной карточки, смотрим. Виктор Егоршин родился в 1973 году в городе Куйбышеве. Получил высшее образование в Международном институте рынка и дополнительно в Самарской академии государственного и муниципального управления. Виктор Владиславович активно участвует в жизни общественных организаций, неоднократно отмечен наградами и благодарственными письмами. В частности, за оказание помощи при реконструкции храма Рождества Христова, активное участие в жизни людей с ограниченными возможностями, поддержку детских и юношеских хоккейных команд. В настоящее время Виктор Егоршин руководит производственным предприятием. В 2012 году Егоршин был в числе 50 российских бизнесменов, которые в открытом письме президенту России выразили готовность активно участвовать в экономической жизни страны. Виктор Владиславович стал одним из инициаторов создания клуба лидеров неравнодушных предпринимателей. Инициативу по его созданию лично поддержал Владимир Путин. В этом году Виктор Егоршин стал участником прямой линии с президентом Путина. Виктор Владиславович член Совета по улучшению инвестиционного климата Самарской области. В 2015 году Егоршин избран депутатом Думы городского округа. Является членом комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям. Женат, воспитывает сына и дочь. Еще одна общая деталь у вас, у вас у обоих по двое детей, да? Тоже объединяет. Я хотела спросить, Виктор Владиславович, есть такое мнение, что депутат должен жить или как минимум работать в том районе, который он представляет, ну для того, чтобы как можно больше знать деталей вообще жизни района. Вы согласны с этим мнением? И у вас, как сложились обстоятельства, у вас с Ленинским районом что связывает? Работа, прописка и что-то еще? Я живу в Ленинском районе. Я житель Ленинского района. У меня вся семья живет в Ленинском районе. У меня теща живет в Ленинском районе. Я там, корни у меня тут. Да ты хорошо. И, конечно, я согласен с этим мнением. Потому что я выхожу из дома, я уже на территории. Я уже вижу, вот что и как происходит в районе. Пока я доезжаю даже до своей непосредственной работы, я фактически проезжаю весь район. И я вижу какие-то сразу вещи, которые диссонируют взгляд. Я сразу понимаю, о чем речь. Я ехал сейчас сюда на программу. Мне позвонили двое старших по домам. С Маяковского 19, с Волжского проспекта 31. Я давным-давно всех их знаю по именам, по фамилиям. Я с ними постоянно на связи. И, конечно, это очень удобно. То есть я вышел на работу, я тут же могу к ним заскочить. Мы тут же можем обсудить какие-то проблемы, которые у них происходят. Это очень мобильно, очень быстро. Собственная основная цель реформы – приблизить власть к людям. Она в этом проявляется, что самые активные идут навстречу вам. Мы не должны идти все параллельно. Вы в свою сторону, депутаты власти, в свое, жители в свое. А нужно как-то сделать так, чтобы объединить. На самом деле. Образная фраза? А в чем образ? Я, например, дополню, Виктор Владиславович, что хорошо, когда ты живешь. Меньше времени идет на изучение проблемных вопросов и добираться на работу проще. Но когда ты живешь в таком образном понимании на работе, и у тебя день начинается очень рано, а заканчивается очень поздно, практически ты и живешь в этом районе в том числе. Поэтому фраза такая, смотря, что сравнивать, смотря, что будет вращаться. Да, вот как раз, знаете, вы сами сказали слово сравнение. У каждого района есть своя специфика. Вот у нас 9 районов, и каждый уникальный и абсолютно как-то отличается от других 8. Мне хотелось бы у вас, как у главы, поинтересоваться, какую специфику района вы видите, вот в чем он отличается от других, чем он силен, какие у него сильные стороны, а вот чего-то ему, может быть, еще не хватает. Ну, в двух словах так про район не расскажешь. Но, во-первых, это, на мой взгляд, один из старейших и центральный район города. Он является деловым центром в связи с множеством, с большим количеством офисных помещений, зданий, там, объектов потребительского рынка, там, достаточно таких модных и ресторанов, и магазинов. Еще он является деловым, административным центром. Здесь сосредоточены и администрация области, и администрация города. Именно здания, и именно губернатор и глава города, когда едут на свои рабочие места, они проезжают, и они здесь находятся. И поэтому все, что, вся жизнь района, она практически у губернатора, у главы города находится на виду. И попробуй здесь что-то, не сделая качественное. И это исторический и культурный центр, потому что основные театры, как театр оперы и балета, театр драматический, там, у нас вообще пять театров, но такие основные, находятся опять же в Ленинском районе. Туристические маршруты, Самарская набережная, скверы. Вы действительно замечаете все? Площади. Да, действительно. У нас просто, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. У нас есть ролик, который мы также подготовили о Ленинском районе, одном из старейших районов города. Предлагаю вашему вниманию. Ленинский. Один из старейших районов Самары. В 1918 году он возник как второй район города. Название Ленинский ему было присвоено в 1933-м. Район расположен в старой части города, где новостройки органично вплетаются в исторические памятники прошлых веков. Ленинский район – это центр деловой, административной, научной и культурной жизни Самары. Его по праву называют лицом города. Он считается центром культурной жизни города. На территории Ленинского располагается 21 учреждение культуры, в том числе 6 театров, 7 музеев, дворцы культуры, библиотеки и цирк. Кроме того, в районе функционируют досуговые, развлекательные и спортивные сооружения. Вместе с этим – Ленинский центр религиозной жизни городского округа. Именно здесь расположен административный центр Самарской епархии. Действует 8 культовых учреждений. В 1999 году Ленинский район был разделен на 5 микрорайонов, границы которых совпадают с границами территориальных общественных самоуправлений. Это Тосы Центральный, Мичуринский, Русь, Волжанин и Струковский. Любимыми местами отдыха жителей Ленинского района, да и всех горожан, являются знаменитый Струковский сад, набежные реки Волги, Самарская площадь, площадь славы с храмом Георгия Победоносца и площадь имени Куйбышева с ее уютными скверами. Ленинский район занимает важные места в структуре города и Самарской области и является центром сосредоточения правительств всех органов власти. Здесь расположены Самарская губернская дума, правительство Самарской области, дума и администрация городского округа Самара. Ленинский район богат не только своей историей и традициями. Главное его достояние – это, конечно, люди. Здесь проживает более 65 тысяч человек. Район растет и развивается, приобретая новые и повторимые черты. Перспектива развития района, согласно генеральному плану, развития застроенных территорий в центральной исторической части района, где на смену ветхому аварийному жилому фонду приходит современное комфортабельное жилье. Ленинский район обладает всеми возможностями для дальнейшего развития. Знаете, вот что интересно, как проблемы в масштабах района выносятся на городской уровень, обсуждаются и решаются. Вот как депутаты представляют необходимость, защищают решение какой-то конкретной проблемы в районе. И как власти? Во-первых, хотелось бы услышать, какие проблемы городского уровня существуют сегодня в районе, и какие механизмы их решения существуют, и как, в частности, депутаты этим пользуются. Давайте сначала проблемы озвучим, а потом механизмы решения проблем. Или как хотите. Проблемы городского уровня. Да, вот что есть в районе, что нужно решить на уровне города. Вот район с этим один не справится. Как они решаются? Какой механизм? Ну, ветхие аварийные дома. Конечно, для Ленинского района, там, где есть очень такая живая контрастность между многоэтажными комфортабельными зданиями и ветхим фондом, где зачастую туалеты выгребные, и там присутствуют на территории, и отсутствует вода, и люди входят в колонки. Это, конечно, проблема в целом городская, и в частности Ленинского района. И вот эту проблему нужно, ну, это я сейчас так говорю, нужно, да. Я бы вот рассматривал решение. В первую очередь? В первую очередь. В первую очередь это решит множество проблем. И жители будут в нормальном состоянии. Кто-то уже, прожив долгое время, заканчивает свою жизнь. Кто-то начинает свою жизнь, да, и чтобы этих условий вообще не было в центре города. Потому что нам из обращений граждан зачастую говорят 21 век. Или там пишут письма губернатору или там президенту, что 21 век на дворе. А как такое возможно? А как же с зодчеством быть, с деревянным? Вот это же тоже... Другая половина жителей скажет, нам это нужно сохранить. Это наша вообще привлекательность и изюминка, и районы, и города, и всего. Извечный конфликт между теми людьми, кто хочет привнести современность и развитие города. И теми людьми, кто считает, что сохранение объектов культурного наследия или старого зодчества, которое уже и зодчеством невозможно назвать. Но вот все равно есть эта проблема и в среде, и в населении в том числе. И здесь нужно понять, вот, в первую очередь, ну, может администрация, наверное, да, пойти и, как говорится, навязывая или там применяя какие-то такие силовые рычаги, решать эту проблему. Но это нарушение прав граждан, в первую очередь, и прокуратура всех уровней за этим очень строго следят. Поэтому, прежде всего, нужно в населении найти понимание, что нужно для Ленинского района в частности. Либо захоронять перекосившиеся там дома. Да, приоритеты, то есть. Да, да. И зачастую восстановление таких домов стоит больше, чем построить современное здание. Либо все-таки сносить все это. Ну, к чемпионату мира, наверное, единая линия все-таки будет вот как-то выстроена, да, к какой-то единой концепции все придут. Но это не только чемпионат, это намного раньше нужно приходить, да, чтобы это все успеть сделать. Вот, Виктор Владиславович, как вы представляете интересы района в городской думе? Вот какой-то здесь механизм. Ну, понимаете, как вот в процессе работы депутата, да, для меня вот очевидно, есть несколько проблем, которые можно назвать их общегородскими, да. Очень много обращений граждан вот в текущий, да, момент связано с работой, нерадивой работой управляющих компаний. И это проблема в любом районе города, там, кого-нибудь спроси, у всех будут там проблемы в тем или иным, у кого-то больше, у кого-то меньше. Проблема заключается в том, что управляющие компании на сегодняшний момент имеют частный характер. Это частные коммерческие организации. Это районная администрация не может никак повлиять на их деятельность. Это взаимоотношение между коммерческой организацией и жителями района. Понимаете, коммерческая организация. У любой коммерческой организации первый закон ее, и для чего она, собственно, необходима, это извлечение прибыли. Поэтому какие бы там альтруистичных управляющих компаний коммерческих мы с вами не видели, а это коммерческая структура, какие бы там ни были люди хорошие, отзывчивые, понятные, там, социально направленные, да, социально ориентированные, они все равно будут извлекать прибыль. А это значит, что они будут меньше, будут собирать деньги с населения и меньше тратить их на конкретно взятый дом. Поэтому здесь, конечно, просто, на мой взгляд, необходимо совершенно четко менять законодательство, совершенно по-другому к этому вопросу подходить, потому что дальше путь тупиковый. Пока управляющие компании будут чисто коммерческими, они всегда будут ориентированы на прибыль. И хорошо еще, если они будут, там, вкладывать, какую-то, там, прибыль забирать, но львиную долю все-таки вкладывать дома. Но мы с вами знаем очень много историй, когда просто деньги собираются, управляющие компании исчезают. Это первый момент, да, второй. У нас есть тоже общегородская проблема, это парковка на тротуарах, на газонах, на тротуарах, да, на тротуарах еще полбеды на асфальтированных. Когда машины все паркуются на газонах, это совершенно другая проблема. Во-первых, это могут быть сделанные газоны, в которые уже вложены государственные деньги, там все приведено в порядок. Ну, это частные деньги. Да, и это просто похабится автомобилями. Есть другая история, где газоны еще не ухожены, туда заезжают машины, особенно в весенний-осенний период, вся эта грязь на колесах вытаскивается в город. А мы все время говорим о том, город не убирает, город грязный, да. В Москве вот сейчас буквально на днях они на уровне городской к Московской думе приняли решение о создании такой службы, по-моему, называется она что-то типа дорожного патруля, я сейчас вот могу ошибаться, да. Когда ездят специальные инспекции по городу, и в режиме реального времени все, машина эта, также ее фотографируют, как камеры на дорогах за скорость, точно так же люди фотографируют, идет информация сразу там в специальный центр, аккумулируется, составляется протокол, тут же приходит штраф. Штраф от 5 тысяч рублей. Понятно. Поэтому такой проблем в Москве нет. Понятно. Вот вы, как человек, который может в законотворческом порядке повлиять на эту ситуацию, вы можете вот эту инициативу продвинуть? Я буду такую инициативу поднимать. А вы должны в этом случае опираться на жителей, на их вот какие-то показания и так далее? Вот связь с жителями здесь уместна или нет? Или вы можете вот так написать, что нужно так там или... и продвигать? Ну, вы знаете, я не видел ни одного жителя, который бы поддержал идею парковки машин на газонах. Даже тех, у которых есть машины. Хотя те же жители сами паркуются, да? Они паркуются. Но у нас, к сожалению, вот знаете, у нас такие люди. Вот у нас очень хорошо умеют уже поддерживать чистоту, когда созданы условия, и набережная это показала, да? Какая у нас была набережная, мы все помним. Сделали набережную, и тоже все помните, сколько было скептиков, которые говорили, столько денег вложили, сейчас все равно все испохабят, все изгонят. Люди вышли, и чистоту поддерживают. Стали культурными. Это предполагает такое поведение. И дети несут до урны там стаканчик от мороженого, и взрослые не мусорят. То есть мы можем поддерживать чистоту, когда она создана. Мы хорошо это умеем делать. И нас очень хорошо приводят в чувство штрафы. Вот как это... Поняла, связь с жителями специально всегда провоцируете вопрос, потому что не хочу забывать о третьей стороне, что без жителей, вот города, района, ничего не будет меняться и продвигаться. Приведем только один из примеров взаимодействия жителей, депутатов и власти. В частности, при проведении капитального ремонта в многоквартирном доме. Посмотрим сюжет и продолжим разговор. Начинать нужно с создания рабочей группы общественников по контролю за капремонтом, рекомендует председатель ТОСа Мичуринский Елена Большакова. Тогда доверие жителей повысится и не будет напрасных опасений, что работа будет сделана некачественно и с опозданием. Каждый день мы смотрим, какой объем работы запланирован, следим за графиком. Вот если, например, наш подрядчик сказал, что стояк ГВС-ХВС канализации делают за один день, с первого по девятый этаж, значит, мы уже должны понимать, что утром у нас председатель дома встречается с ними, помогает им обеспечить фронт работы, предупреждает жителей всех. Вечером мы работу принимаем, вечером у всех должна быть горячая, холодная вода и канализация. Результат превзошел все ожидания. Старший по подъезду Сергей Афанасьев работой подрядчиков остался доволен. Они работали от души и работали очень качественно. Они сделали это все. Я никогда не видел, чтобы сантехник пришел с уровнем, чтобы с каким-то дополнительным инструментом. Обычно это делалось все на глаз, но здесь делалось это очень качественно и очень... И, во-первых, вовремя и в срок. Главное, что требуется от общественников – информировать о ремонте жильцов и вовремя организовывать фронт работ для подрядчиков. Я обижала все. Все подъезды, все этажи. Всех предупредилась. Завтра будет это делать, послезавтра будет тот делать, чтобы все были дома. Чтобы как-то люди могли отпроситься с работы, как-то что-то сделать, понимаете. И когда весь стояк дома, получается работа быстрее. Объем работ по капремонту в доме оказался значительным. Мичуринский застраивался еще в 70-е. Теплое время года позволило провести сразу несколько видов работ. В 10-м и 12-м доме было спрогнозировано, что обменялись полностью инженерные системы. Это замена ХВС, канализации, системы горячего снабжения Т3, Т4 и отопления Т1, Т2. Что непосредственно происходит, меняется. Дальше полностью электросистема, полностью разводка непосредственно лежаков в подвальной части. Результат мог оказаться не таким хорошим, если бы все участники процесса проведения капремонта вели себя как лебедь, рак и щука. В данном случае жильцы, общественники, депутаты и представители районной власти объединились и подошли к делу ответственно. Администрация активную роль в этом проявляет. Идет работа с жителями, также с подрядчиками, контроль работ. Особое внимание уделяется тем объектам, на которых поступают жалобы от жителей. Также администрация принимает участие в приемке работы. Мы совместно с жителями домов проверяем ход выполнения работ по программе фонда капитального ремонта. Ленинский район тесно сотрудничает с фондом и участвует в программе капремонта. Вот в 2016 году у нас запланировано более 110 домов по программе капитального ремонта. Общественники также будут отслеживать все дальнейшие этапы проведения капремонта. Доверие жильцов должно быть оправдано. Что-то есть у вас дополнить к теме капремонта? Потому что это очень важная тема. Опять же, связь жильцов, власти и даже тех же подрядчиков. Чтобы мы делали без вот таких активных граждан. На самом деле в этом суть. Вот эта новая система местного самоуправления. Чтобы вот через таких инициативных граждан, которые, как правило, являются старшими по домам, председателями своего ТСЖ, аккумулировать всю проблематику на себе, передавать ее депутату, а депутат в быстрой коммуникации с районной администрацией. То есть раньше при системе, когда был один депутат на 30 тысяч жителей округ, это было разброт и шатание. Сейчас мы вот, конечно, рано сейчас говорить об окончательном установлении этой системы, но уже очевидно, что она работает. Что уже не бегают жильцы хаотично, каждый со своей жалобой. Дом видит свою проблему, аккумулирует ее на старшем по дому. Старший по дому на связи со мной, как с депутатом, да, или там это. Мы тут же обсуждаем этот вопрос. Я его быстро могу донести до районной администрации, обсудить, найти пути решения. То есть гораздо все быстрее начинают решать вопрос. И на районной администрации тоже функция контроля, качество проведения, работ есть. Но это мы все видели, подробный сюжет. Продолжим тему инициативных жителей. Только инициативные и внимательные могут увидеть, что еще нужно сделать в районе. Не только заметить, но и предложить варианты решения проблемы. Вот какую недоработку разглядел житель Ленинского Юрий Федорович Хартуков о том, как решилась проблема в нашем сюжете. Взгляд Юрия Федоровича Хартукова на район, в котором он живет, отличается от других. Он внимательный и неравнодушный. Например, мало кто обращает внимание на мемориальные доски на домах, на их содержание и на то, в каком они состоянии. Это святое место, все равно. Как ни говорите, по праздникам, хорошо бы в день рождения, чтобы были цветы. Но когда нет полочки, как это сделать? На пол или скамейку подставлять? Администрация Ленинского района сразу же откликнулась на предложение активного жителя. Не только на словах, но и на деле. Глава администрации Ленинского района Дмитрий Геннадьевич Цитов за счет привлеченных средств изыскал такую возможность и установили в районе пять полочек к мемориальным доскам. Также в ближайшее время планируется установить еще три таких полочки. Мы очень рады, что у нас есть такие активные жители. От внимательного взгляда Юрия Хартукова не ускользнуло то, что в сквере нет дорожки к памятнику маршала Устинова. Ее тоже сделали. Теперь цветы возлагать можно даже в непогоду. И это еще не все. Юрий Федорович активно сотрудничает со школами. Он рассказывает молодежи о том, что знает о войне сам и о наших земляках-героях. В этом году он обратился к нам с интересным проектом и предложил провести экскурсию. Сначала одну, две. Сейчас у нас уже идет запись на эти экскурсии. У нас педагоги очень просили организовать для них провести. Потому что на самом деле вот эти вот таблички мемориальные, в них история и немножко по-другому раскрывается. Когда мы проходим по тем же самым улицам, по своему району и видим, что вот в этом доме жил замечательный человек. И вот отсюда, с этой маленькой родины, начинается, наверное, любовь к родине, патриотизм. Потому что не только на уроках это все, а в каждой, в повседневной жизни. Мы ходили по мемориальным доскам и узнали очень много интересного. Мне это нравится, потому что узнаем очень много нового. Мы узнаем о том, как было тяжело во времена войны. О том, что эти четыре года они были очень-очень-очень тяжелыми. Что дети в то время, они старались совсем мало есть. То есть то, что у нас все, что сейчас есть, что мы можем сейчас конфету съесть или там мороженое, они в то время не могли. Руководство школы и депутаты Ленинского района не сомневаются, что в ближайшее время Хартуков обратится к ним с новыми предложениями. Юрий Федорович, в свою очередь, рассчитывает на поддержку тех, от кого зависит воплощение идей в реальность. Уже так захватила тема, что уже продолжение. Что вы на совете рассмотрели, Дмитрий Геннадьевич? Инициативу, опять же, Юрия Федоровича по дополнению названия остановки. Чтобы остановка называлась не Самарская площадь, а двойным названием Самарская площадь, сквер Маршала Устинова. Я думаю, что сейчас мы уже со своей стороны начнем проработку, чтобы везде в записях остановок или там в объявлениях водителей... Опять же, чтобы акцентировать внимание на том, что здесь все-таки не только вот Самарская площадь, а такая выдающаяся личность. Тем более Самарская площадь с Галактионовской остается чуть левее, если ехать от, скажем, площади Куйбышева. А сквер Устинова-то рядом, он прям примыкает к этой остановке. Да, вот еще такой вопрос. Депутатов стало больше, район получил полномочия такие самостоятельные. Не все недостатки. Ну, как бы то ни было. Вопрос важности бюджета, потому что никакую проблему мы без бюджета, без средств не можем решить. Вот скажите, пожалуйста, какие дополнительные усилия район администрации прилагает все-таки, чтобы наполнить казну районную? И вот насколько это сложно и важно? Ну, этот вопрос на самом деле такой очень широкий, но я постараюсь еще несколько слов. Ну, прям несколько словах, у нас очень мало времени. На уровне администрации действует комиссия по легализации трудовых отношений. Наши сотрудники ходят в рейды и раскрывают, то есть заходят в коммерческие организации и определяют, где же нарушаются права трудящихся. Тем самым заставляем юрлица оформлять должным образом отношения с трудящимися. А это значит и отчисление, и пополнение казны, ну, через налоговое отчисление фонда заработной платы. То есть дополнительные усилия все-таки? Второе, это работаем с инспекцией налоговой службы по Ленинскому району по предоставлению информации по таким серьезным должникам. И здесь уже с администрацией, юрлица, с уровня администрации работаем с должниками на предмет погашения задолженности. Ну, это важная часть. Да, и депутаты тоже с бюджетом ведь работают, да, со своей, даже районной. Нет, я просто хотел допомнить Дмитрию Геннадьевичу, да, что он просто сказал две составляющих по наполнению. Также мы проводим сейчас инвентаризацию, в том числе договоров аренды земли Ленинского района, да, то есть что у нас, где у нас, какие у нас договора существуют, по которым идут оплаты, которые заброшены, там, в волею судеб, да, там, в исторические. Где просто есть ситуация самозахватная, то есть люди ведут какую-то несанкционированную торговлю, не оформляя должным образом договоры аренды на землю, соответственно, не уплачивая вот эти деньги в бюджет города. Бюджет района формируется из трех составляющих. Ну, в принципе, да, это 10% от, как раз, от земельного налога, получается, в район, 50% от налогов на имущество физических лиц. И оставшиеся проценты – это межбюджетные трансферты. Все-таки администрация города возмещает, скажем, те расходы. Ну, главное, тема действительно большая, но главное, слышно, что дополнительные усилия по сбору средств, конечно, администрации принимают. В результате проведения реформы местного самоуправления народных избранников стало больше. О том, как выстраивается работа Совета депутатов, конкретно Ленинского, расскажет председатель Александр Медведев. В Совет депутатов Ленинского района состоит 24 депутата, 5 комитетов, которые ведут ежемесячную работу. Несмотря на то, что в уставе записано, что мы должны собираться примерно два раза в два месяца, мы собираемся практически каждый месяц, комитеты собираются у нас тоже каждый месяц. И связано это с тем, что Совет депутатов на сегодняшний день ведет работу в трех направлениях. Одно и, пожалуй, самое основное направление – это работа с населением. Каждый депутат ведет у нас прием определенные часы, этот график утвержден, за ним ведется постоянный контроль. Второе направление, которым мы занимаемся – это текущая ситуация, которая находится на сегодняшний день в районе. Задачи самые разные, которые касаются сегодняшнего дня. И третья задача, которая, пожалуй, наиболее интересна, которая касается вопросов перехода задач от области, от города к району. То есть мы рассматриваем процесс перехода полномочий от городской власти к районным властям. Это связано как с наполнением бюджета района, это связано с передачей, ну, так скажем, на обслуживание ведения районов внутрирайонных территорий, для того, чтобы люди, ну, для того, чтобы депутаты могли более оперативно решать те вопросы, которые сегодня состоят перед населением. Вот это те задачи, которые для нас на сегодняшний день являются первостепенными. Куда мы будем двигаться дальше? Мы будем, как бы, смотреть по мере того, насколько мы будем востребованы в той или иной структуре, в той или иной сфере. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы вот эта реформа реализовалась с таким большим эффектом? КПД. Да, КПД, правильно, вот на ваш взгляд. Потому что сначала положено, да, теперь от нас все зависит, как это дальше все пойдет, собственно. Да, ну, на мой взгляд, я, во-первых, вот пользуюсь вот моментом, хотел поблагодарить всех тех активных граждан, которые помогают сейчас приводить район в порядок своей активностью, своей там активной жизненной позиции, то есть не остаются в стороне, они все время находятся на острие вот этих проблематик, на связи со мной, постоянно вот в этом процессе мы находимся. Мне бы хотелось их поблагодарить, мне бы хотелось призвать тех людей, которые еще пока отмахиваются и считают, что благоустройство их дворов, их территорий и города в целом, это опять кто-то, но не он сам, да. Я бы хотел привлекать и этих людей тоже активно к работе. Ну и что, пожелать нам всем успехов, пожелать нам всем успехов и помнить о том, что район это то место, где мы живем, это фактически наш дом. И от того, как мы будем сами к этому относиться, как мы будем настраивать детей своих по отношению к району, да, и зависеть, как мы будем жить завтра. Вот еще раз, какой раз убеждаюсь, и еще раз повторюсь, что не нужно идеализировать жителей, да, что вот, что кто-то там что-то кому-то должен, да, все должны, и жители, мы живем в этом районе. Кстати, вот наконец-то я встретилась с руководителями своего района, я тоже житель Ленинского, и хотелось бы мнение главы услышать, вот ваше видение, как нам сделать его еще лучше, краше и так далее. Во-первых, активность жителей должна быть такая, продуктивная активность, не просто все раскритиковать, а принять позицию, что я могу сделать для района, в данном случае, в данном дворе, с данной инициативой. Вот видели, в основном пожилые люди бегают по подъездам и собирают инициативы, хотелось бы видеть молодых людей, чтобы они более тщательно вклинивались в социальные проекты, и пожелать бизнесу, чтобы он развивался, развивая город тем самым, но чтобы развивался в таком правильном русле, платил налоги, не уводил бизнес в тень, чтобы все-таки на налогах будет развитие города, чем четче будет платить бизнес, будет платить налоги, тем больше у администрации, у депутатского корпуса будет возможности что-то сделать, реализовать все, что надумано. А перспективы района, я думаю, самые продуктивные будут, и дворец спорта встанет под реконструкцию, и цирк будет реконструироваться, и фасады, скверы, все это будет делаться, я уверен. Это словами уверенности, очень приятно заканчивать программу, надеемся, что все будет хорошо, и спасибо вам большое за участие, напомню, что сегодня объектом нашего внимания был Ленинский, в следующий раз встретимся с представителями Октябрьского района, следите за анонсами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин